Доброго дня всем! С вами канал Процветок и я травница Ольга Спиридонова. И сегодня я расскажу вам, как от лета взять не только дачные хлопоты от своей любимой дачи, от своего пространства зеленого, любви, уюта, здоровья, но и взять пользу. И это не только огурчики, помидорчики, еще какие-то овощи, фрукты, но и дикорастущие растения, которые мы не сажаем, которые мы не выращиваем. Хотя сейчас я видела, уже и продаются семена целебных растений, дикорастущих, в том числе и в магазинах Процветок, интернет-магазине Процветок. И это то, что может наполовину заменить нам аптеку, в чем-то заменить еду, может заменить лекарства, можно заменить парфюмерию. И как это сделать, я вам сегодня расскажу. Сегодня я расскажу об одном из своих самых любимых растений – зверобой. Такое интересное у него название, до сих пор все спорят. Почему? То ли потому, что он бьет зверей, микробов, почему такое название – болячки, болезни, то ли потому, что он делал сильным охотников, которые били зверей. В любом случае, наше дело не думать о том, почему такое название, а брать его и использовать для своего здоровья, для своей пользы. Я думаю, вы все знаете, как выглядит зверобой. Это высокая растеница с таким жестким стеблем уверенным, с золотистыми цветочками. Согласно астрологической ботанике, зверобой относится к растениям солнца. Все растения, которые имеют прямостоячий, достаточно жесткий стебель, у которых желтые или красные цветки, которые растут на открытых солнечных местах, они считаются солнечными растениями, растениями в управлении нашего светила солнца. И что интересно, для нас что интересно, что вот эти вот растения, они считаются, влияют на кровь и на желчь, очищают и разгоняют их в организме. И это на 100% относится к зверобою. Зверобой является мощным кровоочистительным, желчегонным растением. Это растение, которое очень и очень неплохо помогает очищать в том числе сосуды, является тоником для сосудов, он подымает давление, он является антидепрессантом, таким солнечным растением, подымает настроение, радует нас. Как нам определить, что это зверобой, зверобой продырявленный, гиперикум перфоратум по латыни, и как нам определить, что он созрел, и можно его взять, и он готов нам отдать свои целебные свойства. Почему зверобой называют продырявленным? Если мы его будем собирать и присмотримся к нему внимательно, на окраинах лепесточков, желтых, солнечно-желтых, золотых лепесточков, и на окраинах зеленых листиков, у него рассыпана такая сыпь из черных, темных, полупрозрачных точечек, которые на просвет, если посмотреть на солнышко, оказываются прозрачными, как будто бы дырочки продырявленные. Это эфирно-масличные железки. Они наполнены пурпурно-фиолетовым эфирным маслом зверобоя. Если мы собираем зверобой, очищаем его, как это я делаю в своей мастерской травной, от листиков, то у нас потом руки такого пурпурно-фиолетового цвета. Это эфирное масло зверобоя. И настойка зверобоя на спирту, почему ее называют медвежья кровь или царская кровь, она тоже имеет насыщенный пурпурный оттенок. Как нам определить, что зверобой готов отдать нам свою пользу? Во-первых, он должен расцвести. Причем расцвести должно не более половины цветов. Почему? Если он будет полностью расцвевший, мы его соберем, начнем сушить, у него начнут доспевать плоды, и мы уже потеряем какое-то количество пользы. Во-вторых, у него стебель должен начать краснеть. Краснеющий стебель говорит о том, что зверобой тоже спелый и готов отдать нам свои целебные свойства. Что собирают? Обычно собирают 15-20 сантиметров верхние цветущие облиственные верхушечки. Я еще дополнительно обираю листочки и цветочки отдельно, а жесткие стебельки откладываю для каких-то наружных косметических целей, для принятия ванн и так далее и тому подобное. И вот эти вот листочки и цветочки надо очень быстро высушить в каком-то темном месте. В темном, жарком месте. Я их обычно на чердаке сушу. Кто-то может притянить на теневом балконе просушить, или где-то подвязать пучки красиво, как у бабулек травницы это где-то висело. То есть сушить его надо быстро, в темном месте, в жарком. И в норме высушенный зверобой должен сохранять вот этот вот зеленый и желтый цвет, желтые цветочки, зеленые листочки. Он не должен быть серой бесцветной массой. Какие свойства зверобой? Частично я уже сказала, это мощнейшее противомикробное растение. Это очень мощный желчегонный и кровоочистительный препарат. Это антидепрессант, это тоник. Он хорошо идет гипотоником, поднимает давление. И в принципе, это было бы растение, что называется, для бессмертия. И можно было бы его принимать во всех случаях, если бы не одно но. Зверобой обладает очень мощным фотосенсибилизирующим действием. Что это такое? Если мы выпьем чай внутрь из зверобоя и выйдем на солнечный денек прогуляться, у нас кожа начнет зудеть, покрываться сыпью красной. То есть она станет очень чувствительной к солнечному свету. И пробыв 10-15 минут на солнышке, у нас будет реакция, как будто мы 2 часа прогуляли. Вот это вот печально. По этой причине мы помним, что зверобой, чай из зверобоя внутрь, желательно принимать внутрь либо на ночь, а на ночь как? Он нас тонизирует. Либо в зимнее время, утром, самый великолепный момент, когда у нас неделями не видно солнышка, когда иммунитет на нуле, выпить чашечку чая зверобоя, с утра взбодриться, кусочек солнышка внутрь употребить, и пойти на работу или куда-то в этот мир. Либо применять зверобой наружно. Наружно при каких моментах? При воспалениях, при сыпях, для полоскания горла при простудных заболеваниях. Я сейчас расскажу вам несколько моментов, как можно использовать зверобой в своем повседневном, ежедневном быту и заменить им достаточно большое количество лекарств и парфюмерии. Итак, что мы можем сделать? Мы можем собрать зверобой. Как я уже сказала, обработать его, высушить и смолоть. Можно смолоть его в нативном виде, в порошочек, а можно его скомбинировать с какими-то еще противовоспалительными растениями. И использовать для чего? Мы можем сделать из него зубной порошок. Мы можем сделать из него медовое снадобье, которое очень хорошо поможет для профилактики лечения вирусов и простуд. Мы можем сделать из него лосьон-тоник, настойку. Все рецепты я вам сейчас расскажу. Итак, собираем зверобой, высушиваем, смешиваем и превращаем его в порошок. Порошок просеиваем. Просеянный порошочек мы можем смешать, например, с порошками крапивы, тысячелистника, мяты, аира, корня аира, листочка дуба и листочка березы, ромашки, календулы. Такой порошочек, смешанный в соотношении 7 частей порошочка и 3 части косметической порошкованной глины, которую можно купить в аптеке, будет великолепным зубным порошком. За неделю-две он убирает явление парадонтоза. Практически человек, который будет пользоваться таким порошком, забудет, что такое кариес, потому что мощное освежающее, противовоспалительное, противомикробное действие очень и очень хорошо содержит полость рта в здоровом состоянии. Если у вас есть детки, вы можете сделать из этого зубную пасту, добавить туда чуть-чуть кунжутного масла и чуть-чуть настойки прополиса и чуть-чуть меда. Такая зубная паста неделю-две держит срок годности, хранить ее надо в холодильнике, но она может помогать. Она очень-очень сказочно приятная при чистке. Получаются зубки как шелковые после этого. И даже если детки ее проглотят, это будет не страшно. Она достаточно безвредна, разумеется, если нет аллергии, индивидуальной непереносимости на компоненты этой зубной пасты. Такой зубной порошочек хранится очень долго. Его можно возить постоянно с собой. Баночка в 50 грамм всей семье служит в течение месяца. И всего лишь из подножных трав. Полезно, бесплатно, вкусно, интересно. Что еще можно сделать? Если взять тот же порошок зверобоя и смешать с такими же порошочками ромашки, календулы, шалфея, например, тысячелистника, что еще, иван-чай туда можно добавить. И все это смешать с мягким медом в соотношении одна часть травного порошка, 9 частей меда. У нас получится великолепное медовое снадобье, рассасывая во рту, которое мы будем избавлены от простуд, от вирусов, от больного горла. Рассасывать по треть чайной ложечки, по чуть-чуть. Для профилактики достаточно один раз в день, утром натощак. Для лечения, если мы заболели, три-четыре раза в день. И у нас это снадобье будет великолепным образом укреплять иммунитет и бороться с микробами. Еще вариант. Взять травы, которые растут на вашей любимой даче, которая уже засажена саженцами, которые вы купили на канале про цветок, засажена овощами, фруктами, и на ней еще осталось какое-то место дикоросом. Соберите по горсти свежей травы, зверобоя, тысячелистника, листочек березы, листочек дуба, той же календулы, ромашки, шалфея, если есть. Набейте рыхло баночку литровую, двухлитровую, до плечиков. По горсти прям вот всех трав. И залейте водкой, и поставьте в темное место. Пускай эта настойка у вас хорошо настоится. За счет мощных противомикробных свойств зверобоя и остальных трав у вас получится великолепная настойка, которую вы можете использовать в соотношении 1 столовая ложечка настойки на полкружки теплой воды для полоскания горла, если горло болит, для протирания кожи, если на ней есть какие-то воспаления и угри. Мужчинам она великолепным образом заменит лосьон после бритья, особенно для раздраженной кожи. А если какие-то зимние будут праздники, там Новый год, 8 марта, Пасха, и переели тяжелой плотной пищи, 10-15 капель этой настойки на полстакана воды теплой выпиваете внутрь, желудок успокаивается, начинает переваривать всю эту тяжелую и не очень полезную пищу, и вы избавлены от ее последствий. Видите, сколько много секретов, да, я вам рассказываю. Это авторские рецепты, которые у меня только в фитошколе Дивея выкладываются, и я их дарю каналу про цветок. Пользуйтесь ими и будьте здоровы!